17 часов местное время, в эфире Вести Ульяновск, в студии Владислава Людковский. Добрый день, смотрите в выпуске. Ровная лента и дорога вьется. Сейчас тут ездит хорошо, спокойно. Дорога отличная. Спасибо, что сделали. В Меликевском районе дороги ремонтируют, используя инновационный материал. Большие усилия способны изменить жизнь маленького поселка. На 2020 год мы планируем продолжить все. Это увеличить количество светильников на всем парке, закончить ограждение, сделать уже озеленение всей территории. Бишкайма, что сделано, что предстоит, расскажет Ирина Силкина. Венецианская Верона укоренилась на Симбирской земле. Идея была давно, чтобы объединить лучших специалистов в выращивании ягодных культур. Проект «Ягодный микс» может сделать жизнь ульяновцев сладкой круглый год. В Меликевском районе отремонтировали важный участок необходимой трассы. Она связывает Ульяновскую область с Самарским регионом. Работы провели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Качество обновленной трассы дали оценку водители. Какую, расскажет Эдуард Истомин. Это участок дороги Димитровград-Узюково-Тольятти. В конце мая здесь активно начали ремонтировать полотно. Для улучшения качества дорожники использовали инновационный материал. Здесь нестандартная мастическая асфальтобетонная смесь, она применена ЩМА-16. В чем она заключается? Там подбор узких фракций щебня. То есть сцепление щебня уже более качественно получается. Но мы в этом году это первый раз. Новая майна Моисеевка и Филипповка. Асфальтное полотно уложили почти на 14 километрах. Подрядчик заинтересован в качестве своей работы. У него на руках контракт жизненного цикла. А значит, после ремонта дороги он же и содержит ее. Своя выгода и у Меликесского района. Этот участок достаточно важный. Здесь именно транспортное сообщение с городом Тольятти. В целом для экономического развития района. Это удобная логистика. А данная дорога, нужно признать, была в крайне неудовлетворительном состоянии. Теперь же другой калинкор. Пробы асфальта проверили в специальной лаборатории. Его качество вне сомнения. А вот общественники контролировали уже сам процесс. Правда, и они хорошо сработали с дорожниками. Было два нарекания, которые дорожники устранили. Была произведена некачественная отсыпка, которую они устранили в течение получаса. Самые беспристрастные арбитры – это автолюбители. Ведь ремонт трассы не самоцель. И работы велись для их комфортной езды. Но и тут один позитив. Раньше вообще вот стойки все поменяли из-за этого все. Сейчас вот ездит хорошо, спокойно. Дорога отлично. Спасибо, что сделали. Сделали не только асфальтное полотно, но и дорожные разметки на нем. Всего их шесть. Причем зебры есть возле каждого остановочного павильона. На очереди монтаж дорожного освещения, а затем новая эпопея. В будущем году работы на этом участке продолжатся. Планируется, что благодаря нацпроекту к нормативному состоянию приведут более 30 километров дорожного полотна. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск, из Меликесского района. Большинство ДТП с участием пассажирского транспорта происходит на междугородных и региональных маршрутах. Эти данные озвучили сотрудники госавтоинспекции региона. Чтобы изменить печальную статистику, дорожные полицейские проверили автобусы в разных районах Ульяновска. Особое внимание инспектора уделили легальности перевозок и наличию всех необходимых документов, лицензии, техосмотра и путевых листов. Проверили и водителей пассажирского транспорта, а именно соблюдение ими режима труда и отдыха. В Вишкаемском районе появится новый спортивный комплекс, а также решится проблема водоснабжения в районном центре. В ходе рабочей поездки в муниципалитет губернатор обсудил старые проблемы и поставил новые задачи. Подробности в материале Ирины Силкиной. Спортивная школа в Вишкайме была построена в далеком 1987 году. За 30 с лишним лет здание значительно сдало свои позиции. Ремонт нам очень нужен. Очень нужен. Почему? Потому что у нас в этом зале занимается 29 групп. Из них 430 у нас обучающие с 1 по 11 класс. Также у нас, кроме детей, у нас и молодежь, у нас и родители, у нас и пенсионеры занимаются. По региональной программе развития физической культуры и спорта Ульяновской области был разыгран двухгодичный контракт на сумму свыше 21 миллиона рублей. Кровлю здания уже отремонтировали. На очереди реставрация освещения спортивного зала. На 2020 год будет запланировано окончание ремонта спортивного зала. Также будет отремонтирован полностью тренажерный зал. Будут отремонтированы все внутренние инженерные сети, включая вентиляцию. Будет закуплено технологическое новое оборудование. Раздевалки будут обеспечены новыми шкафчиками, тренажеры будут новые закуплены. На выездном совещании было принято решение и дальше развивать физическую культуру и спорт в Вишкаемском районе и одним ремонтом не ограничиваться. Детскую спортивную школу капитально ремонтируем. Там 20 лишних миллионов мы отдаем. И второе, готовим документацию и в следующем году построим спортивный комплекс. Благоустройство парка «Народный» по программе «Комфортная среда» ведется с 2014 года. За это время здесь появились детские игровые комплексы и антивандальные тренажеры, ограждения и освещения в процессе установки. Освоено уже полтора миллиона рублей. Сейчас жители настроены еще на 7 миллионов. На 2020 год мы планируем продолжить все. Это увеличить количество светильников на всем парке, закончить ограждение, сделать уже озеленение всей территории. Это посадить кустарники, сделать ракари и разбить цветники. Также Сергей Морозов ознакомился с проектом замены участка водопровода в районном центре. Действующий водопровод был построен в 70-х годах прошлого века. Старые чугунные трубы не справляются с нагрузкой, как следствие, частые порывы. Этот водопровод снабжает не только многоквартирные дома, вот улица 40 октября, но и служит для подпитки западного района и южного района Вишкаема. Без него там, значит, будет проблема с водой. Мы выступили с инициативой заменить 700 метров водопровода на полиэтиленовые трубы. По проекту поддержки местных инициатив на замену труб вишкаемцам выделили почти 3 миллиона рублей. Подрядчик обещает, что работы завершатся в течение месяца, и уже в начале октября вопрос с водоснабжением решится. Ирина Силкин, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск, из Вишкаемского района. Свежая ягода круглый год. Такую задачу ставят перед собой ульяновские аграрии. Для того, чтобы обеспечить торговые прилавки ягодным лакомством, необходимо дополнительное финансирование. Для этого наши земледельцы написали проект «Ягодный микс» и подали заявку на грант. Подробности в следующем материале. Сергей Старожук – фермер со стажем. Более 15 лет занимается садоводством. Сначала высаживал землянику на личном дачном участке. А теперь и вовсе объединился с товарищами, чтобы выращивать ягоды в промышленных масштабах. Технология производства рассады, в принципе, очень простая. Для этого нужен изначально посадочный материал, то есть те сорта, которые вы хотите размножить. Вот. Высаживаете их строками. Потом междурядья застилается пленкой. На пленку насыпается песок. Это только на первый взгляд технология проста. Но на деле процесс длительный. Вспахать поле помогает трактор. А остальную работу ульяновские фермеры выполняют руками. Вот берем рассадку, укладываем ее сюда. С сажалочкой. Так вот сажаем. Погружаем на необходимую глубину. И обязательно обрезаем корешок. Вот все, саженец посажен. Это сорт верона у нас. Прекрасный итальянский сорт. Кроме привычных сортов земляники, здесь высаживают около 10 так называемых ремонтантных сортов. Их особенность в том, что плодоносят они вплоть до заморозков. Сегодня 2 сентября. Вот видно, хорошая ягода лежит, готовая для сбора. Почва, как отмечают земледельцы, в нашем регионе плодородная. Сорта приживаются хорошо. Сохранить урожай в ненастную погоду помогли бы теплицы. Поэтому фермеры и обратились за помощью к властям. Подали заявку на грант, а теперь ждут одобрения. Идея была давно, чтобы объединить лучших специалистов в выращивании ягодных культур. И только сейчас она осуществилась. Полакомиться вкусным урожаем и попробовать новые сорта земляники можно на традиционном Дне винограда. Он пройдет 7 сентября в садовом центре Подсолнух на проспекте Антонова, 10. Елена Тимонина, Ирина Шмыгова, Денис Миронов. Вести Ульяновск. Из Чердоклинского района. Лекарства не только из перечня. Середину нынешнего года в России изменились условия получения компенсации за приобретенное лекарство при подсчете налога на доход физических лиц. В этом уже смогли убедиться те, кто покупал лекарственные препараты. В том числе и жители Ульяновска, обратившиеся в соответствии с условленными процедурами в налоговые органы. Если раньше вычет можно было получить только на лекарства, упомянутые в специальном перечне, который был принят постановлением правительства в 2001 году, то сейчас этим вычетом можно воспользоваться по приобретенному лекарству при условии, что оно куплено по рецепту врача. Вычет можно получить либо представив в конце года декларацию о доходах, либо подав своему работодателю специальное заявление с документами. В налоговый орган необходимо предоставить кассовый чек, рецепт от врача со специальным штампом для налоговых органов, а также в случае приобретения препарата для близких родственников или детей до 18 лет нужно подготовить документы, подтверждающие степень родства. Система питания в учебных заведениях Ульяновской области будет совершенствоваться. Так в регионе планируют реализовать проект по формированию индивидуального рациона школьного питания. Это коснется детей, которым противопоказаны те или иные продукты, а также, например, ребят, которые активно занимаются спортом, а потому тоже нуждаются в определенных диетах. Воспользоваться проектом можно через личный кабинет, где будут указаны рацион того или иного ребенка, а значит будущий проект станет контролировать не только чиновник, но и родитель. Выстроенная и в настоящее время система родительского контроля дает нам положительные результаты ежегодно. Перед началом учебного года пересматривают рационное питание, составляются примерные меню для каждой категории учащихся, получающих питание в общеобразовательных организациях с целью внесения рационного питания необходимых проектированных. Совместная работа операторов питания, руководства учебных заведений и родительской общественности. Именно в этом, по словам губернатора Сергея Морозова, залог успешной работы. Ну, а еще это повсеместное распространение лучших практик и успешного опыта. В частности, это совещание проходило в стенах Заволжской школы номер 74, где действует модернизированный Центр здорового питания. При этом губернатор призвал и присутствовавших в зале, и участвующих в совещании через селекторную связь руководителей к активности и открытости в обсуждении любых вопросов, связанных с питанием подрастающего поколения. Охват школьников горячим питанием в нынешнем учебном году планируется на уровне почти 90%. Это примерно 22,5 тысячи человек. Двери школы номер 15 вновь открылись для кадетов. Уже второй год учебное заведение принимает школьников, мечтающих работать в Следственном комитете. Сегодня 18 десятиклассников дали торжественную клятву кадета. Кадетов торжественно клянусь! С честью и достоинством нести звание российского кадета! Привешно учиться! Будьте верным взялом кадетского правства! Свято беречь и ухажать традиции кадетов! От привычного общеобразовательного класса кадетский отличается профильной программой. Она рассчитана на углубленное изучение русского языка, истории, обществознания и права. Вторая половина дня у нас, как правило, дополнительно проходит совместно со Следственным комитетом. Мы очень благодарны в том, что ребята вот сейчас за два года уже будут социализированы. Они будут знать, что представляют собой профессии следователя. Потому что они уже работают в отделе криминалистики. Они встречаются со следователями. Они изучают право. То есть они уже подготовлены. Напомню, кадетский класс Следственного комитета в Ульяновске открылся в прошлом году. Тогда курсантами стали 20 юношей и девушек. Это как ученики 15-й школы, так и ребята из других общеобразовательных учреждений. Мы будем не только теорию учить, но и практику, что это интересно. И мы будем снимать отпечатки пальцев, раскрывать убийства подставные. И это интересно. Я понимаю, что погоны и форма – это вещи, которые несут какие-то обязательства. Я буду стараться учиться лучше, чтобы не подводить школу и Следственные комитеты. Обучение длится два года. Затем курсанты отправятся в Академию Следственного комитета либо по целевому направлению поступят в ведущие юридические вузы страны. В Ленинском мемориале, несмотря на масштабный ремонт, идут концерты и открываются выставки. У народного художника России Аркадия Ягуткина много почитателей. И новая экспозиция из полотен, подаренных Мемцентру, самим мастером вновь собрала ульяновцев в одном месте. Тем более, что на презентации выставки экскурсию проводил сам мэтр. «Художник и время» – так назвали эту выставку, пришедшие на открытие друзья Аркадия Ягуткина. Они же главные эксперты и ценители творчества. Он всегда на волне времени. Ведь наше время, оно уже осмысливает все, что было создано до нас. И классические образцы. И образцы, я не знаю, пустымпрессионизма, импрессионизма, экспрессионизма, беспредметничества, если хотите, потому что у него есть самые разные подходы к отображению этой действительности. Вот это тоже очень важно. И он здесь находит себя. И он всегда находит себя. Аркадий Ягуткин пишет циклами. «Память, поэты России, библейские сюжеты, 20-й век, мифологические легенды, смешные и несмешные человечки». Среди них есть картины, созданные в советскую эпоху. Именно поэтому выставка и открылась в мем-центре. У нас даже была такая мысль, еще до того, как начались ремонтные работы, даже создать некую постоянную действующую экспозицию. Экскурсию по экспозиции ведет сам Аркадий Ягуткин. С рассказом об истории создания останавливается не возле каждой картины. И тут же объясняет, почему. Вот это герань как-то по душе. Я вам честно скажу, что вот так пересматривая свои какие-то эти, я не под каждой бы поставил свою подпись сейчас. Да, 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 потому что уже друг на другой взгляд, другие какие-то ощущения пластики и так далее, и так далее. Ну, есть несколько, может быть, по пальцам даже перейти. Вот под этой картиной я с удовольствием подписываюсь. Последние годы Аркадий Ягуткин жил в Израиле, но теперь навсегда вернулся на родину. В Ульяновскую область, куда в войну мальчишка и был эвакуирован с семьей из Белоруссии. Сейчас работает в своей квартире. Скоро пластовская осень, подбадривают его коллеги. Ждем нового цикла. Будет, отвечает мастер. Ведь муза, любимая жена Галины Печоркина, всегда рядом. Дмитрий Емельянов, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. Прогноз погоды от Ульяновского гидромедцентра через несколько секунд. А у меня на этом пока все. До встречи в 20.44. Субтитры создавал DimaTorzok